Подписывайтесь на мой канал. Будем путешествовать вместе. По хорошей традиции, мы встретили в Гонконге белорусов. А из какого они города были только я? Ну, кто-то из Минска, кто-то не из Минска. Всем привет. Сегодня мы зашли опять с 7-Eleven и будем тушить палочками. Значит, правда, непонятно, как их снять. А, вот. К нам присоединились Миша и Саня. Они сейчас там покупают еду. Безопасность превыше всего. Италия говорит, облака тут где-то опускаются. А, кстати, в температуре, да, вот. Видите, такая вот штука интересная. Это вот Миша и Аня. Как у вас дела? Как вам в Шанхае понравилось? Ну, это значит, да. Как вам в Шанхае было? То есть, у вас лучше, чем Гонконге или нет? Олимпиан-Сити. Видите, вот так вот мы едем на метро. Задалось на цикле. Фокус? А, ну все, это уже, это уже струща будет. В общем, доехали мы на метро от станции Кулун до станции Тунг-Чунг за 16,5 гонконгских долларов. Вот. И сейчас будем двигаться к Будде. Кстати, вот здесь City Gate Outlet есть. Потом на обратном пути сюда зайдем. Для того, чтобы добраться до статуи Будды, есть два варианта. Значит, один вариант – это канатная дорога. Второй вариант – это автобус. Честно говоря, пока не знаю, какой мы выберем, но... Может, вообще решим, как настоящие туристы пойти пешком. Посмотрим. 23 автобус. В общем, решили немножко по-другому сделать. У нас еще по плану сегодня была рыбацкая деревушка Тай-О. Она находится чуть дальше, чем Большая Будда. Вот, поэтому мы сейчас направимся туда на 11 автобусе. Ну, ехать нам сказали где-то минут 45, да. Гидалик, по 10-бальной шкале, на какую оценку ты оценишь качество работы водителя? Ну, лихость я бы оценил на 9 из 10. Нет, даже на 8 из 10. В Стополе 0,5. Ну, более лихие. Но пока аккуратненько. Времени безопасности нам не пригодятся. Это да. Вот буквально в Минске. Недели две назад я ехал на машине. И впереди... Ну, видимость была метра два, наверное. Вот здесь сейчас что-то примерно так же, но все-таки видимость немножко дальше. Хотя все равно это смотрится стремно, потому что это серпатин. И справа просто обрыв, по большому счёту. Вот это пожарная станция Тайдон. Вот, наконец-то, мы добрались до деревушки Тайо, которая знаменита своими домами на сваях. Вот, в принципе, вот там вот где-то их можно увидеть далеко. В основном деревня населена потомками первых поселенцев Гонконга. Ну, сейчас пойдём, наверное, ещё прогуляемся по пирсу и будем двигаться туда. И, кстати говоря, вот этот весь регион ещё знаменитен так же своими храмами и монастырями. Всякие местные деликатесы, сиськи, письки, хвост. И прямо тут это всё, кстати, и готовится, наверное. Нашли вот интересное место. Здесь показаны предметы быта местных моряков, местных рыболовов. Какие-то лампы, наверное, керосиновые. Ага. А, это, кстати, вот статуя большого пудра, к которому мы поедем. Вот так вот они выглядят. А, это, кстати, вот статуя большого пудра, к которому мы поедем. А, это, кстати, вот статуя большого пудра. Как ты думаешь, что это только что было? Ну, в любой точке торговой вешают на красную ленточку, короче, какая-то это бумажка с иероглифами, и проходишь вот этот вот дракон, и, ну, не знаю, или богословлят, или что такое, срезая эту ленточку. Может, каких-то дуков изгоняют они, как обычно. Но я так понимаю, это у них ежедневная традиция. И мы как раз попали в тот момент, когда вот это все происходило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так понимаю, вот это вот комната такая, здесь телевизор, вот, давай, вот, интересно, и здесь, так, и здесь вот такой вот вид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, остались самые положительные впечатления от деревушки Тайо. Сейчас мы засели на 21-й автобус и ездим уже к большому пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА